Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжат, я визажист. Я работаю визажистом уже 25 лет. Ну, естественно, я кого трогаю? Женщин? В кожу нанести тональный крем, смыть консилеры, хайлайтеры и так далее. Ну, естественно, в процессе работы и общения. И что хочу сказать? Что, конечно, учитывая наше воспитание, как нас учили мамы и бабушки, мы, женщины, нацелены на семью. Нам нужно, чтобы был муж, дети, быт. И действительно, ну, как бы это здорово, это хорошо. Но очень часто бывает так, что когда женщина становится летом 50, в прошлом, в следующем году, мне уже будет 50 лет, есть такое вот ощущение, что, ну, как бы жизнь закончилась. Очень часто я это встречаю. И выглядит это приблизительно так, что, например, допустим, была замужем, потом по какой-то причине, неважно, развелась, может быть, муж умер, дети выросли, уехали там в другую страну, в другой город, внуков пока нет, или внуки далеко. И получается, что женщина может остаться одна, и, ну, не обязательно даже можно быть и замужем, но при этом вот как бы какой-то яркой жизни не существует. Такое впечатление, что вот кто-то живет, а я нет. Я как будто бы наблюдаю, а тем более соцсети, все эти, да, вот как живут другие, вот листа, вот это и так, это там, а мне как бы поздно. Есть еще такой момент, знаете, как бы осуждение, особенно те, которые там, не знаю, соседи, подруги, если их там все устраивает, и они могут как будто бы запрещать вам пойти, поиметь новую профессию, может быть, выйти замуж, может быть, найти какое-нибудь новое хобби, увлечение. Ну, куда ты в своем возрасте пойдешь? Да куда уж нам? Да это все для молодых. То есть как будто бы вот в какой-то момент жизнь заканчивается, и больше ничего нельзя, просто потому, что исполнилось 50 лет. Я, конечно, не обобщаю, это не про всех, но это очень много где встречается. И женщина, когда понимает, что у нее как бы в будущем ничего нет, она реально начинает чахнуть. Как это выглядит? Это выглядит так, что, ну, зачем мне волосы красить? Для кого? Я же на работу не хожу, типа, я еще, допустим, пенсионерка. Ну, а зачем мне макияж на косметику тратить? Для кого? Я же особо никуда не хожу, а там я хотела, например, научиться танцевать. Ну, куда я в 50 или в 60 пойду танцевать? Там, наверное, дни молодые. И так далее. То есть в итоге получается, учиться я не могу уже поздно. Почему поздно, тоже непонятно. Наверное, потому что неудобно, может быть, сидеть где-то за партой с молодыми. Хотя хочу сказать, вот 100%, если вы окажетесь в такой компании, где молодежь, и вы тоже начинаете что-то там изучать новое, вот я уверена просто, что они все будут говорить, какая вы молодец. Никто не будет осуждать то, что вы взрослая, красивая женщина, вдруг пошли получать новую профессию или занялись каким-то хобби. Таким, наоборот, уважение, что вы не останавливаетесь, а еще как-то дальше интересуетесь жизнью и ведете ее достаточно ярко. Потому что на самом деле вы же понимаете, что если вы как ребенок, глядя на своих родителей, если им плохо, если они какие-то несчастные, если у них нету какой-то цели в жизни, увлечения, то смотреть на это как бы грустно. И кажется, ну вот было бы здорово, если бы моя мама или папа вот так бы и так бы, а она вот как бы так и так. Ну вот это, например, моя история. И вот когда женщина опускает руки, не видит перспективы, она начинает стареть. И потом, когда смотришь, вот посоветуйте мне крем, чтобы вот у меня там кожа, вот не будет это работать. Вот не будет это работать. Работает на молодость, это горящие глаза, это такой вот драйв внутри, это когда мы чем-то увлечены. И когда у вас наступает вот этот период, что вы можете себе позволить, потому что время появилось, да, начать что-то новое изучать, найти тот, не знаю, кружок, хобби, куда-нибудь, что будет вас вдохновлять. Найти людей с общими интересами. И именно вот это вот новое увлечение, оно будет вам давать ощущение, что вот только сейчас я начинаю жить. Мы все прекрасно знаем эту крылатую фразу. Вот я спасибо тебе за то, что ты меня тогда бросила, да, помнил служебный роман. Я вот только сейчас 40 лет поняла, что жизнь только начинается. И вот она начинается с жизни именно с того, что то, что мы когда-то очень хотели, откладывали, думали, что все это уже не мое, мне никогда этого не получить. Именно сейчас начинается второй виток жизни. Это, конечно, у каждого свой период, ну, скажем так, приблизительно с 40 лет. Когда женщина может посвятить именно себе, именно себе, например, увлечься модой, а почему нет? А почему нужно носить то, что носила там 30 лет назад? Почему сейчас, например, не поинтересоваться, а как устроена мода, а что сейчас актуально? Может быть, то, что вы хотели изучить, это может быть новая профессия, но почему нельзя получить новую профессию? Причем она может кардинально отличаться от того, что было раньше. Это как раз вот ваша мечта и идея, то, что вы когда-то хотели. Сейчас вы будете это делать с большим азартом, может быть, чем раньше. И это даст столько колоссальных новых эмоций, что вы просто расцветете. Поэтому сейчас надо себе больше позволять, позволять то, что вы истинно хотите. Тогда у вас будет определенная цель получить эту профессию, эти знания, научиться танцевать, вышивать, строить, сажать, все, что угодно. Никаких ограничений нет. Самое главное, чтобы это было по душе. Тогда вы просто омолодитесь мгновенно. Как только появляется вот это вот желание освоить что-то, что-то новое, когда мы получаем, глаза загораются, в итоге вы будете информацию просто проглатывать, вы будете быстрее ее усваивать, у вас будут хорошие результаты. И, естественно, нужно будет это применить в жизни. Поэтому у вас автоматически строятся цели на целый год, два, десять, пять лет, сколько угодно, хоть до конца жизни. И вот таким образом получается, что мы начинаем чувствовать вот это время, мы начинаем в нем жить, мы не думаем, что мое время ушло, мы не фокусируемся на болячках на своих, а наоборот про них забываем, и у нас появляется какой-то внутренний мотор, который начинает просто вот омолаживать и давать вот эту энергию. Поэтому все внутри нужно немножечко освободиться от прежних устоев, то, что было раньше. Мир очень круто изменился, сейчас совсем другие возможности. Можно изучать онлайн, можно найти что-то, вообще новую профессию, которая раньше не существовала. То есть, возможно, да, вы там хотели быть, не знаю, балериной, сейчас уже это невозможно сделать, но при этом вы же можете пойти танцевать, и быть не балериной, но какое-то похожее направление. Вы можете, может быть, найти то, что раньше, как я говорила, было неактуально, а сейчас появилась новая профессия. И это здорово, и вы можете ее освоить и даже начать работать. То есть на пенсии, ну, к примеру, да, кто на пенсии. Ну, то есть быт уже достаточно, скажем, настолько упростили. Стиральные машины, посудомоечные машины, еду можно заказать, купить хорошие качественные там полуфабрикаты там и так далее, разогреть в микроволновке, приготовить на сковородке какое-то полезное быстрое блюдо, там, запечь быстренько. И, ну, то есть вести и более здоровый образ жизни. Кстати, тоже очень хорошее направление – это заняться здоровьем. Например, начать готовить какую-то более полезную еду. Стать нутрициологом, возможно, да, это человек, который занимается как бы здоровьем организма, такая примитивная медицина. И, короче, сколько вариантов тут всех не перечесть, я думаю, что вы своей душой 100% чувствуете, что вы бы хотели. Теперь нужно сделать малое – залезть в интернет, промониторить, найти, потом сделать первый шаг, пойти в это заведение или купить онлайн-курс и начать новый этап в жизни, который будет такой же яркий, вдохновляющий. А может быть, даже вы скажете как раз, вот только сейчас я начинаю жить. И у вас загорятся глаза, и все будут говорить, вот это, вот это красивая и молодая женщина. Дорогие женщины, девушки, пожалуйста, не опускайте руки, не бросайте, не бросайте себя в первую очередь. Да, в жизни всякое бывает. И сейчас тоже много всяких происходит в мире катаклизма, что просто, что не новости, то стресс. Поэтому наша задача, как женщины, все-таки научиться вдохновлять. Вдохновлять мы можем только тогда, когда мы сами имеем вот эту силу, наверное, для того, чтобы зажечь наше окружение. Тех же детей, внуков, мужа и так далее. Поэтому нужно начинать с себя, нужно делать для себя то, что вас радует, и только тогда мы сможем с такими же горящими глазами подойти к своим близким, обнять, приподнять, вдохновить и создать вот эту вот идеальную, не знаю, идиллию в своем доме. Мы музы. К сожалению или к счастью, я не знаю, но мы можем сами все это сделать. Да, вот мы такие супер-женщины. И все в наших руках. Поэтому я искренне желаю каждой из вас найти новое увлечение, от чего у вас будет душа петь и глаза гореть. Спасибо за внимание и до новых встреч. Продолжение следует...